Ваш зоряний час, ваша тема. Думаю, что 2 хвилин вам не височить, будь ласка, ох, режиссер уже знает, 3 хвилини вам отводит, попробуйте вкластися. Давайте начнем с того, что человек когда едет отдыхать, он едет первое, это быть в безопасности, это самое первое, что ему нужно. Потом комфорт, ну и потом какой-то экшен ему нужен. Какая-то изюминка, почему он туда едет. С точки зрения безопасности, да, сейчас обстановка контролируемая. Я надеюсь, что органы своего самовредования, это Коблевская сельско-рада, приложат значительные усилия и только улучшат материально-техническое обеспечение для наших сотрудников, нас, полиции. Что касается ведения бизнеса, комфорта, вообще бизнеса, бизнес, да, с английской приводится просто дело. Дело должно быть прозрачное. Если дело будет прозрачное, бизнес будет прозрачный, будут понятны правила игры, в которых надо играть, тогда любой бизнес туда захочет инвестировать деньги. Я знаю, что были проблемы, когда инвестора заходили в то же Коблево, им рассказывали, что там все чисто прозрачно, а потом начинаются суды, земельная делянка отводилась. Незаконно начинаются аресты, прокуратура, обыски, ну и закручиваются. Поэтому первое, что нужно для нормального развития Черноморского прибрежной зоны Николаевской области, это навести порядок. Где земли лесхоза, где они ограничиваются, потому что лесхоз меняет, он ни с кем не согласовывает. У них какие-то карты в Киеве, потом они выставляют, что это их земля. Нужно понимать, можно там отдавать, в какую властность, отводить в аренду, под что, надо устанавливать сроки. Люди отводили 10-15 лет назад, там смешная, реально смешная арендная стоимость этой земли, потому что тогда это прошло, плюс инфляция, и она сейчас просто бывает простаивает. Никто туда не заходит, все хотят миллионы. Вот Крыма нет, у нас теперь купят за миллион. Да никто за этот миллион, никто ничего не купит. Человек или начинает строиться и работать, либо надо это уже на уровне высших сил Верховной Рады делать смены до законодавства и как-то их, не знаю, ограничивать в этом. Должны быть какие-то сроки. Насколько я знаю, вот я был с рабочим визитом в 15-м, кажется, году в Аджарии, в Грузии. Там инвестор заходит, ему дают пакет документов и уже рабочий проект. И он обязан в течение 5 лет завершить свой проект, построить и сдать его в эксплуатацию. Там нет коррупции, в принципе. Человек, когда заходит, он знает, вот его рабочий проект, отклонился вправо-влево на 1 метр, на 2 кирпича, все, стоп, до свидания. Я не знаю, как у них там по законодательству, навряд ли он заберет что-то оттуда. Ну вот, то, что ты достроил, останавливаешься. Зайдет другой, исправит твою ошибку и доделает этот проект. Вот так оно должно быть. Инфраструктура с чего начинается? С хорошего масштабного проекта. В Коблево хаотическая застройка. В 2013 году сделали увеличение площади села, захватили до воды. И началась хаотическая передача, перепередача. Молдавская зона тогда отходила, документы забросили. Через суды кто-то сделал себе какое-то право властности, аренды, перепродажи. И так вот закрутилось, что сейчас фонд Держмайна направляет Запад. И сейчас молдавская сторона будет отсуживать, ну или забирать уже у кого-то. Я не знаю, как они решат вопрос дальше. Уже первая комиссия была, у меня сотрудница уже выезжала. Буду забирать это назад. Потому что прозрачности в этом бизнесе, вот я хочу сказать, это точно Коблева. Нет вообще. Элементарное то, с чего должно начинаться. Магистрали. Это должны быть мощности рассчитаны по ресурсам. Электричество первое, потом вода, канализация. Здесь их напорные станции, которые это будут куда-то выгонять на очистные. Гнать надо только налоговое. Проект, который сейчас по реконструкции КНС, она находится в коммунхозе районного подчинения. Деньги, дай бог, вот скоро придут с области, начнут ее реконструкцию. Потому что мощности уже устарели. С 64-го года все. Понимаете? Вот к этому на комплексно подходить. Пляж. От пляжа осталось в Коблево. Я вот сегодня там был. Ну, нельзя так говорить о том месте, которым ты как бы руководишь теоретически. Но не я там сейчас руковожу. Там сейчас есть орган местного самоврядувания. Это их неповноважение. Так же, как и губернатор оказывает тики-дорачу для города Николаева. Позыть все. Правильно? Местные депутаты, местный мэр выбирают, как им развиваться и какие решения им принимать. Так же есть и в Коблево. Ну, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Лучшая ситуация морское, луговое, рыбаковка. Там ситуация лучше. Там, я знаю, что в этом году уже открылась база неплохая, такой гостиничный комплекс «Феникс». У меня знакомые там отдыхали. Говорят, я еще там, правда, не был, не смотрел, что там. Говорят, что очень даже достойно. Чисто, красиво, все грамотно посчитано. Уже инновации введены, уже солнечные балера стоят. Я знаю, что хозяева собираются еще солнечные панели ставить, чтобы уменьшить нагрузку на сетя электрические. Понимаете, вот такой должен быть подход. Надо правила, по которым люди начнут играть. Если бизнес будет понимать, что он хочет, что от него хотят, и мощности, которые ему предложат, то да. Я помню прошлый год, начало июля. В прошлом году в Коблево процентов на 90, наверное, уже были базы заполненные. Мало где были вывески, есть места. Я был сегодня там. Везде есть свободные места. Продолжение следует... Редактор субтитров О.Голубков Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...